Мастер спорта СССР Сергей, здравствуйте! Добрый день! Рассказывайте, вы установили новый рекорд, как ваши впечатления и как вообще проходило само соревнование? Ну, всего разу это был 70-й Баневиль, 70-я неделя швидкости, которую не хотелось бы пропустить. И я был в минулом году, там в Баневилле, и на мотоцикле украинского, там на украинском мотоцикле Дніпро был установлен світовой рекорд швидкости в своем классе. Это МППГ, что 600 кис. СССР. И тогда еще была идея, что до побудования сам украинского автомобиля. Это стримлайнер на электротязи, то есть на батарейках, там, так сказать, электроавтомобиль. Но, враховывая ситуацию в Украине, политическую, финансовую, это проект, но, надеюсь, мы начнем реализовать этот проект. Но, чтобы не пропустить саме ювелийный коневир, был побудованный электромотоцикл на базе украинского мотоцикла Дніпро. И саме на нем, в классе АОМЕКРА, был установлен світовой рекорд швидкости буквально несколько дней назад. Это рекорд 104,78 миль на годину, правильно? Да, 103,995, точнее, что так сказать. Там, в связи в том, что враховывается, эта информация проскочила по максимальной швидкости, потому что я ехал там 103 миль с копейками, 104 миль с копейками. А результат враховывается в середине. То есть, в один день ты делаешь претензии, и только на другой день ты подтверждаешь свои претензии. То есть, враховывается меньше швидкость, больше швидкость, складывается, дефективуется, и получается средняя. И эта швидкость является, эта цифра является результатом двух двух заезда. У меня получилось так, что это світовый рекорд. Мы в другую внесли желтоплокирование за ослабление Бонавиле. И сейчас потихоньку рухаемся, не дохватит до дома. Скажите, а это кто-то еще параллельно с вами принимал участие, брал участие в этой гонке? Да, кто еще был с вами? Да, команда Чкалова, Чкалов тим, Максим Сергеев, он в 49-м году, он был в минулом году, он не вдохнулся, ему встанет рекорд. Лаврушко Назар встанет рекорд, також в минулому году были Харьковьяни, а в 7-м году был Садзиев Максим и я. То есть, мы в разных классах встанет рекорд. То есть, в вечере наш желтоплокированный рапор был представлен в Заре Слава Бонавиле. Сергей, расскажите, а кто вас весь этот час поддерживал, надавал возможность отправиться в США? Чи хотите вы им, возможно, сейчас в прямом эфире, висловить ваш знак подяки? Да, всем людям, которые до этого приклалися. Да, еще раз дякую, потому что это люди, которые, повторюсь, на жаль, в стране войны и так и другие. И экономика у нас там, слава Богу, особенно в этой жизни, которая находится в одной из потужнейших границ света в США. И это социальные пакеты, это и заработки, и это работа, и это, как люди живут. И это, что мы имеем на сегодня, на жаль, все будет хорошо. И это, как вы знаете, не хлебом, не единым. По-перше, это юбертнафта, и там, ну, много людей. Багато людей, которые, кто руками, кто попьячин, кто помех. И мы, у меня не было, фактически, права на похит. То есть, мы, как все настраивалися, тестировалися. Ну, враховую, что уже много лет, не доси. Я так думаю, что все спалось, так и треба. У нас все получилось, все нам удалось. Ну, что ж, Сергей, мы... У нас наступный рік уже... Да, да. Мы у склада команды ММРБТВ вас вітаемо з встановлением нового рекорду. Бажаемо підкорювати нові величини. Ну, и, звичайно, бажаем вам комфортного перелету додому. И, звичайно, новых планов на майбутнє за ради реализации ваших усих задумов, ваших усих целей. Сергей? Да, да, так, связок гуляю. А я щиро дякую вам за порозумение и поддержку також. Те, что Бомбарбия ТВ поддержала меня. И, сподіваюся, наша співпрация подожится надалі. Щиро дякую вам. Ну, что ж, до новых встреч.